Мы продолжаем, ребята, я посмотрел немного по карте, мы один закоулочек здесь пропустили еще, вот именно вот здесь, но это что-то ничего не дает никакого, ага, секрет, хотелось бы секреты поискать, чтобы что-то получить, но вот в этих, и тут еще один мы пропустили, еще один, кстати, противник недобитый, он может быть везде, надо приготовить дробовик и его добить. Я еще сделал немножко потише музыку и звуки из игры, потому что в прошлой серии наверняка сильно орало, а я сюда не захотел заходить, потому что здесь бочка, которая может сыграть с нами злую шутку, но у нее не получается, миссис бочка, да, здесь выход, тут можно вот так пропрыгать на лестницу, ловко взбежаться, где же еще секреты были? Это даже не секрет, это даже не секрет, ну, хочется соулсфер подобрать, которая была в начале уровня, как к ней пройти, наверное, как-то вот так, тут еще патроны, вот это, ну, наверное, здесь польза, ну, как-то, а, вот сюда можно проходить, у меня 81 хп, по вот этой кислоте проходить, ну, давай попробую через распрыжку, и 53 хп, остается здесь мостик, лифт опускается, ну, отлично, кажется, нашли. Не, вроде бы не, не нашли. Другую сторону придется пилить, 53 хп, хватит ли мне этого, не знаю, я пытаюсь прыгать, все равно я несу урон, последний противник, готов, куча патронов, аптечек и ракетомет лежит, отлично, неплохой секрет, 70 хп, а как сюда подняться-то теперь, а? Что, это кнопку надо сжать, наверное, жму кнопку, ха, ну, это лифт поднимается, давай опусти его вниз мне, не хочет опускать, слышите? Не хочет действительно, что, надо какой-то рокет-джам делать, ну, не знаю, у меня не получится, ребята, не хочет опускаться кнопка лифта, неужели надо пробегать опять это все? Ну, плохо дело, я сейчас все хп просто потрачу, эту соулсфир не подберу, 14 хп остается, погибаю. Да, ну, давайте еще раз, попытаюсь ее взять. Ой, и уже пора валить с этого уровня, потому что хочется дальше приключений. Надо сюда, чтобы в общий коридор выйти, патроны я здесь где-то еще подбирал, да, вот здесь, хорошо, очень хочется эту соулсфир подобрать. Соулсфир, сфера души, тут меня пробивает кислота все-таки, хм, аптечки все подбираю, 68 хп, дополнительная броня, ракетомет есть, а как тут на этом лифте подниматься, простите? Ну, вот, только с прыжком, наверное, как-то, или надо быстро и решительно это все организовать, ну, вот так как-то получилось, без прыжка, ну, ладно, это считается секретом, да, секрет реализован. Отлично, 168 хп, здесь еще винтовка лежит, надо проверить, чтобы были все винтовки заряжены, вот так, 600 патронов полных, можно и с пулемета, кстати, пострелять на следующем уровне, потому что 600 пуль есть, неплохо. И куда нам теперь идти? Простите, а, вот сюда, отлично, фонарь можно включить, выключить. Мне еще где-то здесь секрет напрашивается, в этой синей комнате, какая-то она подозрительная, но на карте ничего такого нету. Я по стеночкам прожимаю, но ничего не нахожу, а здесь, ну, вряд ли будет, ну, давай для очистки совести пробегусь. Ой, ребята, надо штору задвинуть, мне прямо светит в монитор солнца. Так, начало серии не очень динамичное, ладно, давай, штору вот так. 100% завалили, предметов 97, секретов 66, ну, опять, шестеречки еще одной не хватает для полноты счастья. Диву, ого, времени много уже тратим. Следующий уровень, Фобос Лаб, лаборатория Фобоса. Завожу пулемет, вижу пинки нападают, летит фаербол по мне, стреляю с пулемета, там взрывается бочка. Можно из ракетомета поработать, неплохо пошло, по-моему. Сколько, 528, раскручиваю пулемет. Так, и тут надо не зевать, тут надо просто вносить по этому всему. У меня показалось, что еще пинки бежит на нас. Тут один подъем, показалось опять-таки. Захожу, противник готов. Тут чисто все, тут мост выдвигается, тут кто-то есть, это имп очередной. Зайти аккуратно сюда, с пулеметом, слышу, 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 вижу, даже не то, что слышу. Ракета полетела, отлично. Надо эти бочки уничтожить, они мне могут помешать заниматься весельем. Приготовить пулемет и открыть следующую дверь. Ого, прострелили по мне, дай боже, 10 хп, ребята. Там я видел еще одну бочку, краем глаза, пытаюсь туда вносить. Надо попасть по бочке, чтобы их всех застрелить. Хорошо, открыть дверь, еще кто-то будет. Еще кто-то там был, сбоку, или мне показалось, показалось. Тут еще один есть, готов. Бочку взрываю, всех разуплотнило, отлично просто. Здесь нужен желтый ключ, тут патроны. Хорошо, там сверху кто-то, приготовил ракетомет, сейчас завершим легкий пуск. Так, полетела, полетела. Давай еще один, полетела, отлично. Кровавые ошметки аж наверх уровня, смотрите, голова торчит. Зомбаря оставил свою голову на балконе. Сохраняться надо начинать, на единичку нашу. Вот так вот. Кучу ошметков оставили. Противников 131, мы только 35 завалили. Тут легенькая аптечечка лежит. Хорошо, и там патроны где дробовику, но это не сильно поможет. Секретов 9 здесь. Вот тут большая аптечка. Не сильно помогло на самом деле. Следующие двери. Так, имп готов. И там был еще противник. Имп не готов. Противник готов, зомбарь. Второй зомби готов. Там зомби стреляют и убивают меня. Неплохо. Тут еще, кстати, маленькая аптечка. Хорошо. Может с винтовкой сегодня поиграем побольше. Вот винтовка хорошая. Точная достаточно. И импакт пули у нее такой сдерживающий, что она стопорит просто противника. Сюда гранату можно отправить на самом деле. Неплохо, я считаю, пошло. Туда можно сразу внести, только надо избегать их выстрелов. Так что стреляю из-за угла, прям как в Call of Duty. Но никакая Call of Duty с Brutal Doom не сравнится. Никакое сравнение не может идти просто. По количеству экшона и взрывов, и трупов. Но хотя, конечно же, оно реалистичнее выглядит. Ну, не знаю. На каждую игру нужен свой игрок. И можно получать удовольствие от Call of Duty тоже, ребята. На самом деле планирую еще несколько стареньких частей сыграть. Фаерболл мне в спину прилетел. Это имп еще очередной. Тут вижу аптечку. Давай я туда гранату брошу. Ну, судя по пятну, что-то там произошло. Ну, остается только гадать, что я взял желтый ключ. А где он нужен был? Тут еще аптечка лежит. Хорошо, он нужен был где-то здесь сохраниться. Музыка здесь такая, ребята, такая нагнетающая, я бы сказал. Открываю дверь, двое пинки выходят. Розовые кабанчики наши. Да, давай гранату туда. Да, у меня нет гранат. А там большое скопление противников, посмотрите. Все на лифте поднялись прямо на меня. А лифт опускается тут же. Что-то я начинаю припоминать, что тут какой-то будет плохой момент. Всех я завалил. Еще один остался готов. Давай сохраняться почаще. Что-то мне страшно становится потихоньку от этой музыки. Вижу бочку, промахиваюсь. Опять промахиваюсь. Надо научиться стрелять на вскидку. 80 хп. Прохожу. Ой, ребята. Ну ладно. Выхожу здесь. Большая толпа противников. Сзади кто-то нападает. Не убью сейчас. Просто ничего не могу сделать. Да, убивают. Пинки тут невидимый. Кушает зомби с дробовиком. И здесь еще зомби с дробовиком. Будет круто. Ну давай тогда приготовим. Можно из ракетомета засандалить на самом деле. Вот так вот. Куда-то туда отправляю. Там неплохо рвануло, судя по всему. Давай захожу. Сюда стреляю. И здесь толпа нападает. Да. И здесь еще толпа нападает. Готовлю дробовик. Не, раскручиваю пулемет. Прячусь. Со всех сторон будет нападать теперь. Меня с двух сторон будет обходить. Тут просто все на куски разлетелось. Тут кто-то будет еще? Здесь еще один пинки невидимый. И здесь еще меня прострелили. Да, тут будет крутейший момент просто. Ох, ничего себе рвануло. Я аж взлетел. Совершил полет валькирии. Давай еще раз. Как оно так рвануло? Может она в комнате там еще бочка какая-то стоит? Хорошо. Давай тут сохранимся. На этом моменте. А об огонь не надо пробиваться. Выходят они сзади, посмотрите. И обстреливают меня со всех боков. Я отправляю, как могу. И убивают меня. Не успеваю. Хорошо. Отправил раз, два, три. Сюда отправил четыре, пять, шесть. Сюда семь. И пинки меня заедают. Что меня пробивает еще? Вот интересно. Сюда отправляю пару раз. И сзади меня. Тут надо очень быстро реагировать. Я сохранился прямо в огне. Давай попробуем с пулеметом сюда зайти просто. Вот так вот. Все разуплотняю. Иду вперед. Иду вперед. Здесь еще толпа какая-то. Посмотрите. Сюда выстрелил. Ну, ребята, будет этот момент какой-то трудный. Нас стоит признать. Стреляю назад. Пытаюсь убежать. А, тут невидимые пинки создают преграду. Из-за которой... Как-то у меня один раз получилось. Кажись. Надо их друг на друга натравливать или что? Пинки отгрызают мне голову. То есть, сохранился неудачно или что? Назад стреляю. 33 хп. Пинки опять отгрызают мне голову. Пару раз отправляю. Назад отправляю. Раз, два, три, четыре, пять. И уже сзади стреляю. Перегруппироваюсь. Достаю пулемет. И раскручиваю. Я готов. 82 хп. Я здесь сохранюсь. Ну, теперь попробуй меня взять. Пинки попытаются. На самом деле, этот сделать. Но... Разлетаются на счастье. Аж подладивает все. Это количество, наверное, гуру и расшлененки. Ого, тут сколько их. И здесь еще выходят. Посмотрите. Импы выходят. И из дробовика мне прилетают очень знатно. Аж действительно подладивает. Сзади еще пинки. Может, он все это время меня пробивал. Давайте мы обойдем. На самом деле, вот здесь. Вот так вот хорошо обходится. Еще сзади... А, еще один пинки невидимый. Надо, значит, их сначала отстрелить. Вот второй. Готов. Пусть они на меня лучше идут. Но мне надо... Мне такая позиция не выгодна. Мне выгодна позиция... 5 хп остается. Кто-то по мне отлично просто дал. Давай там все бочки подорвем. Здесь маленькая аптечка. 15 хп. Не хочу сохраняться на самом деле. Тут еще большая аптечка. Сюда гранату можно. Нельзя. У меня нету гранат. Стрельба пошла. Пулемет не надо перезаряжать. Патронов уже мало. Всех завалил. Еще один остался. Этот готов. Хорошо. Открыть. Это костюм. Для того, чтобы по лаве ходить. Здесь еще один молодой человек. На улице. На улице похоже и день на Марсе. Что? И здесь что-то еще лежит. Можно выпрыгнуть, наверное, сюда. Не, я не буду этим пользоваться. Надо честно попытаться сыграть. 82 противника завалили из 131. Я сохранюсь на 40 хп. Но очевидно, что надо брать вот этот костюм. И... Это секретом считается. И сжать вот эту кнопку. Да? И тут большая толпа. И она заплотняет. Хорошо. Давай ракетомет мы уже приготовим. Или пулемет. В пулемете мало патронов. Придется стрелять из ракетомета, ребята. Придется стрелять из ракетомета. Полетела. И сюда полетела. И сюда полетела. Всех завалил. На вот эту штуку встановлюсь. Раздавят меня или нет? Не, не раздавят. Тут надо кнопки прожимать. Этот момент как-то вспомнился быстро. Ага. А кнопки если я прожму, то что будет? Не знаю. Сейчас я нечестно запрыгнул. Нельзя так делать. Подлагивает что-то сегодня. Я выключил фонарь. Можно это от фонаря прилагивать. Но можно собрать. И все. Там бронежилет есть. На него надо быстро и решительно запрыгнуть. Кажись, надо две кнопки вот эти прожать будет. И что-то тогда откроется. Все патроны подбираю. Кто-то за окном орет. О, странно. Сегодня нету футбола. Что там такое происходит. Ну. Или эти кнопки просто опускают лифт. Наверное, просто опускают лифт. Интересно, как тогда на улицу выйти. Но Солл Сфер хочется подобрать. Может где-то здесь этот тайник. У меня заканчивается действие костюма. И я не знаю, как туда проходить. А, вот здесь. Ну, элементарный секрет. Здесь бронебензопила всего лишь. Секрет в секрете. А третий секрет в секрете. Третий секрет в секрете. А вы видите, какой дизайн уровня? И тут еще винтовка лежит. Вылетела. Это три секрета. Два секрета мы нашли. Хорошо. Бензопила не нужна, потому что она у нас есть. Но пользоваться ей на этом уровне сложности. Я не знаю, ребята. Разве что против отряда мальчиков-зайчиков и девочек-белочек в виде пинки. Куда идти, непонятно. Мы никакого клеща не подобрали. Странно. А, тут, кажется, открылось. Да? Да, тут открылось. Но мы там уже всех разуплотнили. Но я сохранюсь. Тут прохожу. Тут не надо прыгать. Мы и так можем пройти. Тут бочка. И засильная противника очередная. Там много пинки. Я не буду брать бензопилу. Но. Может, один на один, если пинки на нас выйдет. Но давайте. Там еще... Не дали нам пострелять. Разуплотнить его бензопилой и разрезать. Потому что тут еще шаганом противник. Так. Что, далее у нас? Далее еще одна кнопка, которая открывает дверь куда-то. О, и тут много противников. Ну, а гранату туда подправим. Взорвалось. И руна выпала. Ну, рунами не хочу пользоваться. Что-то подлагивает с этим фонарем. Тут еще много противников. А гранат больше нету. Ну, и по старинке тогда будем работать. Что нам? Отлетел имп. Аж еще один имп подходит. Фонарь надо включать все-таки. Ой, этот пробил. Напрыгивает на меня. 87 хп. Еще один имп. Он еще жив. Он уже не жив. Не жилец. Еще один там ходит. Я видел его силуэт в темноте мелькнул. Перезаряжаюсь. Эй, пинки невидимые. Пинки. А, ну с этим можно поиграть на самом деле. Ну, давай иди сюда. Где ты только? Так, попал я по нему. Ну, и он меня, кажется, прокусил. Чтобы он меня сейчас не... И тут их двое, во-первых. Они что-то выйти на меня не могут или что? Одного я, кажется, разрезал. Все в кровавых ошметках. Я подобрал еще аптечку. Ого. Эффектно. Эффектно. Я сохраняюсь. Тут еще аптечка. Там кнопка была, я видел. Еще один пинки. Готов. Так, прокусил все-таки меня немного. Ага. Все в крови просто. Я выключу фонарь и я нажму эту кнопку. А синий ключ мы подобрали. Отлично. А это... Выход на начало уровня. Надо нам сюда. Да, наверное, нет. Лаборатории Фобуса. Три из девяти секретов. Но секретов должно быть очень много. Я много всего пропускаю. Ох, тут комната, ребята. Нету ни гранат, ничего. Ничего не вижу там. Там темнота сущая. Настоящая тьма. А сколько их там сидит? Ну, человек 15. 17 человек там сидит во тьме. И готовится. Ну, уже поменьше немножко. И двоих уничтожил. А может туда ракету дать? Попытаюсь. Полетела. Полетела еще раз. Еще одна. Голова прилетела сюда одного из них. Так, их стало еще на двоих меньше. Но туда входить будет очень опасно. Еще один готов. Да, там вижу бочку. Туда просто входить... Труднейший будет штурм в темноте. Но я попытаюсь. Хорошо. Входим без страха. Жил без страха и умер без страха. И подрывал себя на бочке без страха. 27 хп. Вижу здоровую аптечку. Пинки нападают. Пинки не так страшен на самом деле. Следующая бочка и пинки очередной. Подрывать бочку и пинки на куски разлетаются. Я вижу выход спасительный. Но до выхода еще рано. Хочется сохраниться. Я это сделаю. Чик. И... Да что ж так подлагивается? Это фонарь вот этот весь. Фонарь динамический. Динамическое освещение вот это подлагивает. Ну давай еще один взрыв произведем. Их осталось трое противников всего лишь. Тут аптечка. Хорошо. Молодой человек загрустил. Ну мы тебя развеселим. Тут пару ракет. В выходе точно кто-то будет противник. Ну тут так и есть. Это пинки. Причем двое. Второй не спешит нападать. Приготовит бензопилу. И пинки уже не так грустно. Видите? Сразу он повеселел. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Три из девяти секретов. Ну здесь в этой тьме точно должен быть секрет. Ну просто точно. Я всех завалил. 132 из 132. Вот здесь какие-то коридоры. Вот здесь что-то интересное. Весьма. Да. Очки ночного видения. Ох. Ох, как хорошо стало. Ребята. И 100 хп. 50. Фонарь не могу включать-выключать. Потому что я так все вижу. Наверное вот так выключен. Или включен. Не знаю. Но тем не менее уровень мы прошли. 4 секрета нашли. Можно еще попытать счастье. По патронам. В принципе все неплохо у нас. Тут есть. В ракетомете есть. Давай следующий еще. Фобос лаборатория. Предметов уже 48. И секретов 44. Плохо. Следующий уровень. Центральный процессинг. Центральная какая-то комната. Ух. Тут сразу замес начнется сейчас. Это явно. И он начинается. Так. Музон какой-то очень крутой. Треки. Это оригинальные треки. Только переделанные под хэви метал. И даже это не хэви метал. Это потяжелее немного. Меня обстреливают со всех сторон. На меня выходят пинки. Я не успеваю, к сожалению, розовый мой друг. Достать бензопилу. Чтобы с тобой позабавиться. Потому что противников, судя по всему, будет много. 177 нынче нас ждет. Там сразу же надо произвести взрыв. И здесь, ребята, уровень такой полуоткрытый. Смотрите, на самом деле. Я сюда хочу гранату. У меня нету. Это не проблема. Потому что я сюда ракету могу отправить. Так. Надо пытаться всех чистить. Музон, да, действительно тяжелый. Будут, не помню, вот в первом или во втором думе. Треки еще Элисон Чейнс. Ну, как бы переделанные такие немножко. Там еще стрельба какая-то идет. Я не вижу там ничего. Ой, очень не хватает гранат. У меня есть ракетомет. Я отправлю. На самом деле. Ракета, это очень высоко летит. Вам не кажется? Еще вот сюда одна пошла. Перезаряжаюсь. Надо экономить. Экономить. Экономить будь. Этот готов. Музон очень крутой просто. Качает. Качает. Но он тише вот в этой мапе. Он тише звучит. Очередной противник. И там еще я слышал импа. Он вручал, потому что. Пулемет лежит. Не зазря ли? Не знаю. Еще ракета. Не зазря пулемет лежит. Этот триггер какой-то срабатывает. Это когда мы клич берем, наверное, красный. Хм. Да? Ну, я не знаю, как действует в этой ситуации. Надо из ракетомета, наверное, шмалять направо-налево. У нас нету ли сейчас? Сам хенд-гренейтс у нас есть. Нету у нас хенд-гренейтс. Беру ключ. Отправляю раз-два. Отправляю три, четыре, пять. Куда-то сюда шесть. И беру пинки одного. И готовлюсь встречать всех остальных. На меня идет пинки. Я его не заметил. Идет имп. Он готов. Надо штору еще больше задвинуть. Потому что под вечер уже солнце седает. Надо, наверное, паузу сделать. Но мне хочется этот эпизод доиграть. Их всех дострелить здесь. Но это еще, может быть, далеко не все. ХП-шка полная. Еще бывает такое, что ты вроде бы вот такой закулок зачистил. А из него еще выпрыгивают. Это что такое? Это руна невидимости. Солнце прямо в глаза светит. Все, ребята, пауза небольшая. Задвинул штору. Так, F2. А сколько у нас времени сейчас? У нас 18.58. Ну, где-то 7 часов вечера. Ну, закат уже. Закат уже занимается. Хе-хе-хе. Заходит солнце. И жарко достаточно сегодня. Этот готов. И в игре, кстати, тоже жарко. Вы не находите молодой человек? Сэр джентльмен. С дробовиком вооруженный. Сколько осталось противников? Много. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хорошо. А что мы взяли? Мы взяли красный ключ. А он нужен, чтобы заходить вот куда-то сюда. Не надо эти подколочки делать. Я перезаряжаю ракетомет. Сюда одну отправлю. Не пожалею. И готовимся входить в красную комнату. Открываю. Мы сейчас под невидимостью. Тут, похоже на секрет, отличается по цвету стена такая. Ну, допустим, пока под невидимостью, то хорошо нам заходить. Они нас не видят. Надо это использовать и их быстро отстрелять. Всех решительно. Тут перезаряжаю. Здесь будет, наверное, со спины их можно обойти. И здесь опять-таки красные двери. Спаянный коридор классический. Тут, похоже на секрет, нет. Тут как только подберем синий ключ, ребята. А, сзади мы даже подобрать его не успели. Сзади меня разорвали на части мерзкие демоны. Здесь еще один выжил. Так, давай побыстрее это все повторим. Прогресс. Только надо все патроны подбирать. И UAC патроны. Здесь вот так, вот так. Хорошо. А в пулемете у нас в пулемете много патронов. Можно из винтовки на самом деле пострелять. Мы еще сюда не ходили, кажется. Да, мы сюда не ходили. Там пинки находятся. Лишить фонарь, тогда зайти. Готов. Здесь еще импецкий. Здесь еще какой-то проход. Там синие двери будут. Постелл все работаем, потому что невидимость еще действует. Тут этот готов. И пинки нас каким-то образом уловил. Приготовить дробовик. Из дробовика подобивать всех. Аптечка, патроны. Заканчивается невидимость. Бронежилет. Здесь сохранится. Куда мы зашли? Здесь комната с желтыми дверьми. Так. Тут надо будет желтый ключ. Очевидно. Но это, наверное, конец уже уровня будет. Да или нет? Тут еще можно проходить. Тут надо будет синий ключ. Тут можно подчистить территорию. На самом деле. Вот этим можно в клеточку отправить. Только надо избежать урона. Тут можно и вот так отправить. Тут вот так отправить. Очень высоко летит ракета. Не могу никак привыкнуть. Все. Патроны в ракетомете закончились. Этого еще добить. Давайте вернемся туда, куда нам надо на самом деле. А именно в красную комнату. Только сохраняться будем почаще. Потому что уже труднее уровни становятся. И теперь будет действительно трудно. Открываю дверь. Я тут же отправляю два выстрела. Только один из них попал в цель. Этот попал в цель. Этот попал в цель. Этот попал в цель. Этот смотрит на меня. Посмотрите. Он еще жив. Судя по всему. Перезарядить дробовик. Первый готов. Ваня, Петя и Наташа. Да, Наташа хорошо пошел очень. Открывается дверь. Два Ампа и Пинки. Ну, они должны были друг друга, наверное, перестрелять. Но вот такие комнаты. Их будет далее все чаще и чаще. Больше и больше. Я беру ключ и ничего не происходит. Там наверняка секрет. Но я туда не буду прыгать, ребята. Почему? Потому что погибну в лаве. Не допрыгну просто я до туда. Без костюма. Сюда можно пробежать. На самом деле. Вот здесь можно совершать перебежку легкую. Ракета тут кого-то разуплотнила. Когда я сюда выстрелил. Посмотрите. Здесь еще и много аптечек достаточно. Значит, можно в параллельную комнату тоже пройти. Видите? Я вот в лаву только чуть-чуть вхожу и меня уже пробивает. Параллельная комната, простите, была где? Параллельная комната. А только она одна такая и была. Вот это. Да? Да. Параллельная. Или здесь еще была? Не-не-не. Ладно, хватит заниматься ерундой. Идем в синюю комнату. Синяя комната была вот здесь вот. Открываю вот эту дверь. Синяя комната вот здесь была. Нам сюда. Я тут немножко контингента пострелял. Мне показалось, что вот это вот секрет. Хотя, но по цвету отличаются. Они очень хитро их прячут. Сзади выходит противник. Интересно, откуда? А, отсюда появились. Да, и может со второго боку еще быть нападение. Я не заметил, как здесь еще ответвление есть. Может она открылась? Вроде бы не было такого. Ракету не могу туда отправить, к сожалению. Могу вот так сделать. Тут костюм, чтобы бегать по лаве. Это подспорье, чтобы его взять. И попытаться в тот секрет забежать. Хорошо, беру костюм. И быстро пробегаю. Сюда еще можно пробежать. Ой, господи, ребята, нельзя сюда пробегать. Возвращаюсь туда, где хотел пройти. Дай бог памяти, где это было. Здесь, здесь, где-то здесь было. Не-не-не-не-не, не здесь. Вон там было. В красных дверях. Хоть бы хватило костюма. И хоть бы в этом секрете какая-то вообще суперская вещь была. Ну, броня только, ну, хорошая броня на самом деле. Тут еще броня, это секретом считается. Выхожу. Я, кажется, во вторую часть этого. Тут еще напарника можно освободить. Тут можно дверь открыть. Это выход на синюю дверь какую-то или что? Это выход на начало уровня. Я еще очки подобрал ночного видения. Подождите. Я хотел еще вот сюда вниз спрыгнуть. Но я перед этим сохранюсь. Трусливо. Вот сюда хотел сходить. Здесь тоже супер секрет, посмотрите. Поднимай же меня быстрее. И тут телепорт или что? Нет, тут у нас, к сожалению, заканчивается в этом моменте. Я сейчас всю эту сферу потеряю просто. Пока буду по этой лаве обратно бежать. Говорит, что нас прикроет. Я могу досюда добежать. Добегаю. Неплохо. Но ради этого бронежилета можно было сделать. Потому что синий бронежилет отличный. Работает до сих пор у нас прибор ночного видения. Мне он не нравится, как и не нравился в Zero Tolerance. Такая ассоциация сразу же вызывается. В принципе, неплохо подсвечивает. Так, и давайте теперь вспомним, куда мы шли. Мы шли в синюю дверь. Синяя дверь. Это желтая. Синяя вот здесь. Мы ее еще не открывали. Сейчас мы ее откроем. И что-то произойдет. Тут еще кто-то жив. Посмотрите. Но я не могу туда отправить гранату. Отсюда, кстати, может кто-то вылезти. Когда мы будем возвращаться из синих дверей. Синюю дверь с чем пойдем? Я ракет подобрал. Подобрал. Перезаряжаю. Открываю. Ох, ребята. Сейчас будет интересно. Весьма. Потому что здесь, судя по всему, начинается коридорный экшен. Импы и зомби. Тут хорошо, что подсвечивается. На самом деле. Там пальба какая-то идет. Это зомби. Надо сохраниться. Мы давно этого не делали. Хорошо. Здесь. Не понятно что. И тут. О, тут будет. Да, будем блуждать немного. Но карта есть. Так что я думаю, все будет окей. Надо по правилу правой руки, наверное, как-то пытаться идти. Заканчивается прибор инфрозрения. Проверить все. Ну, давай по правилу правой руки действительно. Прохожу. И здесь какая-то кнопка. Жму ее. Что-то произошло, наверное. Да? Ух, тут еще коридоров. Посмотрите. Сзади кто-то выстрелил по мне. Я совершаю круговой набег. И этого импа застрелил. Тут еще один. Готов. Я хочу сначала вот эти все коридоры обсмотреть. Вот сюда мы не сходили. Не надо спешить. Это интересный дизайн достаточно. Вот. Играя в эту игру, нужно абстрагироваться, естественно. И помнить всегда, что игра какого-то 92-го. Не, не, немного попозже. Нам сюда и надо было идти. Здесь Amapak. Здесь наш напарник. И здесь вот эта кнопка. Сзади нападение. Сзади идет Пинки и Демон. Но это ожидаемое нападение было более чем. И тут еще товарищ с дробовиком. Лысый. Ты сегодня не будешь. Будет. Вот этот второй точно Брюс Анилис. Его играет. Потому что выстрел по мне произвел. Сейчас меня спасла просто броня. Вот этот бронежилет синий от этого выстрела. Выстрел был мощнейший просто. Вперед пройти. Куда-то сюда. И зевать нельзя. Потому что противников еще много. Вот сюда хочу зайти. И вот сюда. Так. А тут я был. И туда вот сюда. И вот сюда. О, тут много брони дополнительной. Вот это можно открыть, наверное. Так и есть. Это что? Это Ария Мап. Ага. И теперь нам подсвечено тоже такой баф, который подсвечивает нам всю карту, где мы не были. Мы еще вот сюда не ходили. Отличный баф. На самом деле теперь понятно, куда идти. А секреты он подсвечивает. Он подсвечивает секреты. Ох, хорошо. Там можно будет все секреты подобрать. На, сюда получи. Проклятый изживердец. Да? Куда нам идти? Мы сохранимся. И мы идем в синюю дверь. И секреты можно будет подбирать. В синей двери наш напарник. Еще не произошло за время нашего отсутствия. Произошло нападение. И напарник что-то не спешит выручать. Откуда они вылезли? Непонятно. Откуда-то отсюда. Да? Да. Чуть меня сейчас... Чуть по мне не попал. Если сюда пойду, смогу тут что-то найти. Смогу здесь секрет. И еще один напарник. Тут двое. Этот с пулеметом. Посмотрите. У нас целый отряд уже у нас. И тут секрет уже. Видите, как секретов. Смогу теперь все подобрать. Один вот здесь находится. Как туда попадать? Через желтую дверь. Выхожу. Подождите-ка, ребятушки. А как отсюда выйти это теперь? Через лаву, да? Обратно как и зашел. Не, я выхожу сюда. Стейл арт-марин. Стейл арт-марин, не спеши. Нам вот сюда надо идти. По карте. Сориентироваться быстро. Вот сюда-сюда. Здесь вот так. Ну, без карты. Представляете, как в этой игре говорят без карты? Ну, она была и в оригинале. Это в Вольфенштайне. И если мне не изменяет память, ее не было. Хотя, если она была в Вольфенштайне все это время, то... Ребята, я еще узнал прикол. Мемы смотрел и один такой прикол узнал. Оказывается, я это еще не проверил. Не проверил, правда. В Скайриме можно добывать... Сюда нам надо только идти. Я хочу на начало уровня вернуться, секреты поискать. Один из них был вот здесь. В Скайриме можно добывать, не используя и... То есть, функционал с киркой, когда мы находимся возле минерала. Вроде бы можно... Вроде бы можно добывать... Просто, если мы лупим по минералу. Где-то здесь секрет. Ну, вот здесь где-то находится. Ничего такого нету. Но он... Вот квадратик отмеченный. Ладно, забьем на это. Нечего тратить мое и ваше время. Тут секреты я нашел какие-то. Тут прохожу. Но идем в ту зону, которая... Не подсвечена. То есть, в желтую комнату, да? Фух. Ничего себе здесь. Заход. По-своему огонь совершил. Но пришлось это сделать. Тут аптечка и желтая дверь. Давайте мы с боков зайдем, на самом деле. Я не хочу заходить в центральный ход. Потому что может это быть опасно. Немножечко. Видите? Там уже первый зомбарь готовит нападение. И второй. Наши ребята, заходите давайте. Как вас назвать? Ну, будет, наверное, Петя и Вася. Жаль, не разноцветные. Кстати, можно же в Клопе это все еще и проходить. Ох, туда граната сразу летит. Вася, будь осторожен. Потому что, видишь, на куски все разлетаются. Еще одна граната летит. Тут не будет секрета? Нет. Проверить сверху. Уже по Васе прострелили. Вася готов, кажется. Петя тут берется за свой пулемет. И начинает мстить за брата. Да? Тут еще я гранату бросаю. И проверить вот этот надо. Спуск. Здесь чисто все. Темно достаточно. Петя говорит, страшно, командир. Что ты, Петя, думаешь? Мне не страшно? Это дверь центральная, на которую я не захотел идти. Петя по рации говорит, вперед, командир. Сколько противников? 119-178. Здесь еще двери. Огромный уровень просто. Так, ну это ожидаемо все. Эти готовы. Петя, смотри по мне. Куда импу уничтожил, только шел. Петя, смотри по мне, не попади. Потому что мы заходим. Петя, я куда-то не туда иду или что? Не могу понять. Я забыл. А, вот сюда надо идти. Петя стреляет из пулемета. Имп готов. Петя. Ух, тут появляется. Тут еще и сфера. Неплохо. Давай сюда гранату отправим, Петя. Петя, ты там жив? Не знаю. А как этот секрет открыть? Вот так его открыть. Я беру сферу, спускаюсь вниз и сейчас может быть опасно. Все чисто, но, к сожалению, напарник второй тоже погиб. Быстро. Может бы я его сам и завалил гранатой. Но надо было сюда отправить ее. Больше ничего не будет. Тут еще секрет. Посмотрите, ребята, мы как-то сверху надо на него попадать. Может сюда можно и по-другому как-то попасть. Все так взаимосвязано. У нас все три ключа. Еще куча противников. И мы остались одни. Одни. И здесь нападение готовится уже. Мы отсюда пришли. Здесь винтовка лежит. Это Васина. Так, это месть за Васю. И на меня нападают уже импы. И готовят свои мерзкие огненные шары. Ну-ка, мы готовы к этому. Это сейчас не выход с уровня? Я надеюсь, что нет. Потому что мы еще в целой... Похоже на выход с уровня, ребята. Но мы еще в целой локации не побывали. Это вот здесь где-то она находится. Сохранится. Могу я сюда зайти? Могу. Я дверь эту открыть не могу. Хорошо. Тогда через пропрыжку. Наверное, вот эта кнопка откроет эту дверь. Жму на кнопку. И... Ну... Да, и так и получается. Там большая толпа. Вношу. Не попадаю по бочке, к сожалению. А хотелось бы. Из ракеты меда туда хочется еще отправить. Полетело раз, два. Полетело три. Я в лаву падаю постоянно. Недопустимо. Там бронежилет лежит. Сохранится перед заходом. 140. Еще 38 всего лишь осталось противников. Вроде бы не так уж и много. Но... Это может быть критично. Это может быть критично. На тебе ногой. Вот так. Хорошо. Милишную атаку редко использую. Вот эту бочку, пожалуйста, взорвать. Сюда захожу. Бочка. И сам себя убиваю. Хе-хе-хе-хе. Стреляю из дробовика. Пинки. Пинки готов. Надо бочки уничтожать. Почаще может сохраняться. Не знаю. Тут делегация целая. Пинки. Брейнов и остальных. Полетела граната. Неплохо рвануло. Надо проверить вторую комнату. Давай сюда сразу гранату. Наверное. Вот так. Хорошо пошло. 50 хп. Я сохраняюсь. Еще раз. Давай пойдем сначала в эту комнату. Тут еще один пинки. Еще один. Улысый мужик с дробовиком. И много аптечек. Но это еще не все. Я слышал. Еще один. Промахнулся. На, получи ногой. Что ты думаешь? Тут они могут из-за углов всех. А сколько их осталось? 78. Мне вот эта комната не нравится. Я все перезаряжу. И я приготовлю. Раскручусь. Сразу. Вот я вижу кнопку. Мне кажется, что как только я ее нажму. То тут они повылазят. Характерная просто кнопка. Так и происходит. Так и происходит. Огромная толпень на меня нападает. Меня зажимают в углу. Хм. Я даже не знаю, как мы будем эту комнату проходить, ребятушки. Ну. Ну из ракетомета можно пальнуть на самом деле. Этот молодой человек не представляет опасности. Пока я все не соберу, то они не появятся. Надо эти все бафы пособирать. Причем сначала надо брать аптечки. И потом бронеполастины. Но это нас не спасет. Сильно. Тут надо сохраниться, естественно. Сверху как-то. Чейнган. Ну понеслась. Я засел. Пытаюсь стрелять. Огромная толпа меня убивает вторым фаерболом. Ракетомет. Попробую. Сразу три ракеты летит. Четыре, пять. Чейнган. Вношу. Все подлагивает аж. Тут кого-то кушает пинки. А тут делегация мальцов с дробовиками. Ну вроде бы... Сократил я популяцию розовых и в черной форме. В униформе, да? Сколько их осталось? 174. Осталось четыре человека. Ха-ха-ха. Да, весело достаточно. Еще один раз. Вот, например, тут аптечка. Еще что-то открылось. Дверь с выходом. Еще аптечка беру. Мясная комната. Ничего не скажешь. Хорошо. Еще сверху не проверяли. Наверх же не поднимались сюда полностью. А тут аптечка. И все. Больше ничего такого нет. Секретов три из четырех. Ну неплохо. Вот это крутейший уровень, конечно. Впереди комната. И здесь бочки. Бочки давай уничтожим. По патронам все хорошо. Открываю дверь. Пинки невидимые. Может еще кто-то будет. Вроде никого. Так. Двоих кого-то я пропустил на уровне. Наверное, они в последнем секрете. Завершаем уровень. Центральный процессинг. Компьютер станция. Компьютерная станция. Это вроде бы предпоследний уже. 150 противников. Готовы ли мы к веселью? Конечно же да. Конечно же да. Тут никаких даже не может быть сомнений. Вношу из пулемета. И сейчас их станет немножко меньше, чем 150. А конкретно узнаем, когда вот эта перестрелка закончится. 16. Ну маловато как-то. Мне казалось, что я тысячу уже застрелил здесь. Хорошо. Захожу. Ох, тут уровень. Разветвленный достаточно. Здесь эпилептические могут быть какие-то такие ходы. Этому прострелить. Так, сильно вырываться вперед, ребята, мне что-то кажется нельзя. Их надо брать в винтовку. Аккуратно. Вот это вот так. Вот этого вот так. И аккуратно отстреливать. Методично просто. Просто методично их отстреливать. Иначе никак. Вот этому прострелить. Импу туда дать. Кемпер работает подлый. Так неинтересно играть. Здесь еще сверху. Здесь еще... Ох, сзади заходит один. Получает. 58 кп у меня. Остается. Так неинтересно на самом деле. Здесь могут быть со всех сторон. Хорошо. Здесь еще один заходит. Двое. Трое. И сзади имп. Имп готов. Из дробовика просто чуть ли не очередь. Здесь нужен будет желтый ключ. А туда можно гранату определить? Не знаю, полетела ли она туда. Она полетела по мне. Хорошо. Можно сэкономить патроны. И пострелять чисто из дробовика. Вот так вот. Потому что заходит неплохо. А если еще переключиться на винтовку. Перезарядиться. Вот так вот, например. Импы заходят сюда. Не допустите вторжения. Просто не допустите этого. Из винтовки я патроны экономлю хотя бы. Хотя по мне и урон проходит. Получше. Вот так вот. Нет, тут надо вносить. Вот так строго, например. Не надо перезаряжать еще. Вот так, вот так, вот так, вот так. И раскручивая пулемет. Создавать волну. Из пуль. Волну из пуль. 16 должно быть. Это 15-й? 16-й где? 16-й. 16-й где-то еще застрял. Какие-то его остатки. Можем сюда сначала пойти. Тут кажется все более-менее безопасным. Тут нужен красный ключ будет. Здесь. Непонятно что. А здесь. Можно эту бочку подорвать. Их стало уже немножко меньше. Чем 150. Так, тут надо сохраниться. Но сначала надо вот этого застрелить. Вот этого. Хорошо пошел. Методичная зачистка просто. Методическая. Ух, ничего себе рвануло. Это кто-то из дробовиков выстрелил. За спиной. Можно вообще сюда подняться. Готов. Тут чисто все. Вот сюда можно. Теперь пройти. Тут готов. Патронов бы хватало тока. И здесь сбоку заходят. Да, этот готов. Эти готовы. А, вот откуда стреляли. Ну, допустим. Гранату. На сей раз полетела туда, куда нужно. И я видел там кровавые ошметки пошли. Как бы выцелить из этого ракетомета? Не надо этого делать. Надо сохраниться. Ребята, серия не затягивается ли? Наверное, да. Наверное, достаточно длинная. Давайте, может, продолжим уже в следующей. Потому что, опять-таки, говорил я уже неоднократно. Чем больше серия, тем мне дольше ее и напряжнее заливать на ликтубоч. На ликтубоч. Вот. Два с половиной гигабайта, что-то пять часов у меня заливается. Темный коридор. На темный коридор еще давайте сходим. Еще сходим. Тем более, получили такой знатный выстрел из дробовика в живот. Должны отомстить. Месть совершена. Он продолжает на меня смотреть. Готов. Желтый ключ. Этот еще рыпается. Посмотрите. Желтый ключ подобрал. И в этой комнате сохранимся. И в следующей серии увидимся. Будем продолжать Doom 3. За следующую должны уже эпизод точно закончить. И начать может быть новый. Хотя посмотрим, как он будет последний уровень и босс первый. Посмотрим это. Ох, отлично просто. Спасибо за внимание. До свидания.